Всем привет! Казалось бы, смех является простой и обыденной вещью, однако над разгадкой происхождения ученые бьются уже много столетий. Еще больше таинственности придает тот факт, что одна и та же история может вызвать бурную реакцию у одних людей и не заставит даже улыбнуться других. Так почему же человек смеется? Многочисленные исследования выявили, что смех является неким инстинктом человека, который был сформирован намного раньше, чем дыхательные и рефлекторные инстинкты. Смех зарождается у человека даже раньше, чем память и речь. Смех представляет собой явление, которое характерно только для людей, даже для тех, которые имеют дефекты в развитии. Все это дает основания полагать, что смех имеет физиологическое происхождение и лишь отчасти связан с психологией. Смех благоприятно воздействует на весь организм, поэтому существует теория, что данное явление – это защитная реакция, которая призвана улучшить самочувствие. И это подтверждают следующие факты. В среднем человек смеется 20 раз в день. Более 70 мышц лица используются в процессе смеха и улыбки. Сильный смех на протяжении минуты заменяет 15 минут физической нагрузки. Смех является основой производства эндорфина, или как его еще называют – гормона радости. Смех улучшает эмоциональное состояние. Многочисленные эксперименты позволяют утверждать, что смех рождается благодаря периодическому возбуждению в коре головного мозга. Классифицируют несколько групп такого возбуждения. Первая группа приводит к реакции смеха, а вторая игнорирует провоцирующий фактор, и человек остается серьезным. В процессе смеха задействовано два полушария мозга. Левая служит основой для анализа слов и ситуации, который может вызвать смех, а правая рождает сам смех. Смех рождается в любых долях, затем распределяется на затылочную часть и затрагует моторные части мозга. Другие исследователи пришли к выводу, что катализатором реакции служат психологические факторы. Шутка будет смешной, если в ней задействованы звуки и жесты. Английские психотерапевты утверждают, что смех рождают такие факторы, как превосходство и несоответствие. В первом случае смех вызывается рассказом о том, что человек совершает глупые поступки. Это вызывает радость и злорадство, а потом и смех. В данном случае человек ощущает свое превосходство, ведь он не поступил бы так опрометчиво и не попал бы в такую затруднительную ситуацию. Во втором случае человек слышит историю о чьей-то шутке, что не могло бы случиться в обычной жизни. Это вызывает удивление и в конечном итоге смех. Смех также рассматривают с точки зрения социологии. Он является способом общения и даже способом сближения с людьми. Еще одной теорией причин смеха является необходимость организма улучшить свой эмоциональный фон.